Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Вы помните этот волшебный вкус из детства? Нежнейшие пончики или пышки, щедро посыпанные сахарной пудрой. Именно такие пончики мы сегодня с вами приготовим. Рецепт очень простой и быстрый. Нам понадобится 350 грамм муки, 1 яйцо, 40 грамм сахара, треть чайной ложки соли, 160 грамм молока, 7 грамм сухих быстродействующих дрожжей и 30 грамм растопленного сливочного масла. В чашу отправляем просеянную муку, не всю, оставьте немножко, потому что муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше указанного количества. К муке добавляем сухие быстродействующие дрожжи и перемешиваем. Как я уже сказала ранее, рецепт очень простой и быстрый. Тесто будем готовить безопарным способом. Теперь в муке делаем небольшое углубление и в это углубление выливаем молоко, тепленькое, но не горячее. Добавляем сахар, соль, можно добавить немножко ванильного сахара, растопленное сливочное масло и яйцо. И начинаем замешивать тесто. Сначала я это делаю прямо в чаши с помощью венчика, потихонечку добавляя муку с краев, а затем уже перехожу на рабочую поверхность и замешиваю тесто руками. Можно это сделать сразу либо в хлебопечке, либо в планетарном миксере. Здесь уж как вам удобно. Самое главное, тесто нужно очень хорошо вымешать. Я это делаю примерно минут 8. При необходимости подсыпаю оставшуюся муку. В этот раз у меня ушло 340 грамм муки, но как я ранее уже сказала, муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Самое главное, не забивайте тесто мукой. Оно должно получиться гладким, эластичным, довольно мягким. Допустимо, что оно слегка будет прилипать к рукам и к рабочей поверхности. Далее отправляем тесто на расстойку. Я перекладываю его в чашу, накрываю влажным полотенцем и ставлю в выключенную духовку. Рядом ставлю стакан с кипятком, духовку закрываю. Таким образом создается оптимальная температура и влажность для брожения теста. На расстойку у меня ушло полтора часа, но здесь стоит ориентироваться не на время, а на объем теста. За время расстойки оно должно увеличиться в объеме минимум в 2,5 раза. Посмотрите, как хорошо поднялось тесто, какое оно пушистое. На данном этапе его необходимо слегка обмять, выложить на рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой. Я накрываю тесто чашкой и оставляю минут на 5, чтобы клейковина немножко расслабилась и тесто в дальнейшем было проще раскатывать. Тесто немного отдохнуло и можно переходить к раскатке. Немножко подсыпаем муку, чтобы тесто не прилипало к скалке и к рабочей поверхности, но много муки не нужно, иначе она останется на пончиках и в дальнейшем при жарке будет гореть в масле. Тесто получилось нежнейшее, посмотрите, оно совсем немножечко полежало отдохнуло и опять стало все пузырчатое. Итак, тесто я раскатываю до толщины чуть меньше одного сантиметра. Пончики еще хорошо подойдут на расстойки и в итоге получатся пухленькими и красивыми. Дощечку немножко присыпаем мукой, чтобы пончики к ней не прилипали и начинаем вырезать сами пончики. Я буду использовать вот такую вырубку. Внешний диаметр у нее восемь с половиной сантиметров, внутренний диаметр примерно три сантиметра. Это специальная вырубка для пончиков, вы можете взять два стаканчика или две отдельные вырубки, подходящие по размеру. Далее перед жаркой пончики обязательно нужно оставить на расстойку примерно минут на 30. Тем временем собираем все остатки обрезки теста, обминаем их, округляем, даем им опять минут пять полежать, чтобы расслабилась клейковина. Раскатываем повторно и вырезаем пончики. Из указанного количества продуктов всего у меня получилось 18 пончиков. На расстойке их обязательно оставляем под пленочкой, чтобы они не заветривались. Пока я раскатывала вторую часть, первая уже посмотрите как хорошо подошла. Пищевую пленку обязательно немножко подпыляйте мукой, чтобы она к пончикам не прилипла. После раскатки первой партии пончиков уже прошло 30 минут и можно переходить к жарке. Жарятся пончики в большом количестве масла. У меня здесь примерно пол литра масла. Проверяю я на небольшом кусочке теста. Оно должно сразу всплыть и начать пузыриться. Огонь при этом должен быть не сильно большим, чтобы пончики не горели. Жарятся они очень быстро, поэтому далеко не отходите. Как только пончики подрумянились с одной стороны, переворачиваем их и обжариваем с другой стороны тоже до румяного цвета. Готовые пончики выкладываем на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы полотенце впитали в себя все лишнее масло. И обжариваем следующую партию пончиков. Я стараюсь обжаривать таким образом, в той последовательности, в которой я пончики и раскатывала. И в итоге у меня получилась целая тарелка вот таких красивых пухленьких пончиков. Тесто само по себе достаточно не сладкое, поэтому подаем пончики, щедро присыпав их сахарной пудрой. Или можете покрыть их сахарной глазурью. А теперь оцените эту нежность. Посмотрите, какими пуховыми получаются пончики. Просто нежнейшие и очень вкусные. В дальнейшем, когда они остынут, их можно буквально несколько секунд нагревать в микроволновой печи. Если хотите вспомнить детство, обязательно готовьте. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!